Что-то такое радикально изменилось, потому что все-таки для меня интервью как некий идеал деятельности, как некий образец деятельности. С 19 века, когда оно вообще возникло как жанр, это попытка понять про человека больше. Создатель жанра написал в своих мемуарах, что любой человек хочет, чтобы знали не только о его профессии, не только о его политических деяниях, но и о нем человеке. Поэтому, когда мы остаемся с человеком один на один, и если мы умеем ему показать, что правда, правда, мы ему интересны, что он нам интересен, то мы можем узнать удивительные вещи, которые никогда не узнаем, если не будем доверять интервьюируему, сколько бы плохим, на первый взгляд, он нам не казался. Ну, это приблизительная, конечно, цитата. Я пытаюсь сказать, что все же резко изменилось. Что в человеке важнее всего? Ну, правда, как вы думаете? Человечность. А что это за хрень такая? Что важнее всего в человеке? Работа, внешность, не знаю, политические убеждения, кто за кого пойдет голосовать. А что такое человечность? Когда понимаешь, что другому больно. Страдание. Ну, просто понимаешь, что ему больно, что он тоже живой. Что ему больно, что он тоже живой. Страдание. Как еды. Жизнь – это страдание. Поддержка. Другого человека. Соль, страдание. Скажите мне, пожалуйста. Кто поддержка? Вы правда это? Ну, я, видите, я, видимо, как врач, я циник, поэтому я никак не могу понять, где вы такое количество сострадания и поддержки видели в последнее время. Где это вам это? Счастливые вы такие. И где вы это находите? Сострадание, поддержку, понимание. Мы не смотрим, мы общаемся. Телевизор не нацелет. Это мизер наша жизнь. И не самый лучший. И там вот вокруг телевизора у вас везде сплошная поддержка. Везде. Стоит телевизор выключить, и вы лично сразу попадаете в зону поддержки. Я правильно понимаю? Не, ну, звук меняется. Нет, ну, правда. Ну, такого ушата грязи, как из телевизора, не из каждого места делается. Хотя бы не все вредят, а ровно отрубить. А на английском, а на английском, а на английском, а на английском, а на английском. А нет, ну, в Discovery. Не все вредят, все на Discovery. Орел и Решка, вот. Я и этого не смотрю. Просто я, это самое, вспоминается чего-то. Телевизор, это же массовидный феномен. К нам так относятся. Не потому что мы так относимся к этим зеркалам. Это не потому что кто-то к нам так относится. Мы так к себе относимся, поэтому то, что мы видим в телевизоре, это просто отражение. Ну, собственно говоря, все же просто существует и тратятся бешеные деньги на подсчеты рейтингов. Если передачу «Правда» никто не смотрит, то ее, в общем, очень быстро закрывают. А если мы с вами сейчас будем это какой-нибудь вот эту мерзость типа на самом деле подробно обсуждать, то мы ее только отрекламируем. Чего человек хочет, когда смотрит такие шоу? Он зачем их смотрит? Там наступает ужасная цепная реакция. Вот она, она изменила мир, на мой взгляд. Он понимает, что у него не так еще плохо, как нам в телевизоре. Точно. Он смотрит и думает, блин, надо же, есть люди еще хуже, чем я. Или там, берем какой-нибудь уральские пельмени. Надо же, есть еще больше идиоты, чем я. На свете. И ему от этого становится легче жить. То есть, я тоже его не смотрю. Ну, просто иначе же, не смотря телевизор, совсем невозможно же понять, что происходит. Что в человеке самое важное? Что произошло? Кто смотрел вчерашнюю эту ютубовскую серию «Мастера и Маргариты» моей? Кто смотрел? О, есть люди. Что происходит? Каких ценностей? Какие-то были раньше устои, а сейчас это было бы перерывалось. А какие устои? Вот если вы задумаетесь, если вы про социализм, то я могу просто сказать, что устои были не благодаря, а вопреки. Всегда. Всегда вопреки. А вот что-то случилось, самое-то главное в этой революции 2017 года, на мой взгляд. Нет, ну как? Как это? Я всегда говорю, как же так? А глупость? А стремительное оскудение, разрушение образования? А как бы это превращение человека в хорошего потребителя. Хороший потребитель, который хавает все без разбора, вы знаете. Потому что, как только он начинает выбирать, он становится плохим потребителем. Что это такое? Это процессы, вопреки которым действовать не стоит. Ну, я не знаю. Я привык жить вопреки с советских времен. Поэтому я и сейчас живу вопреки. Я пытаюсь сделать что-то такое, чтобы хоть кто-то, ну немножко, вот вы пришли, спасибо большое. Что-то осознали. Осознали какие-то свои возможности, смысл своей жизни, если хотите. Я живу для этого. Но со мной, ну мы есть, конечно, я не один такой, но нас очень мало. Да, ну вот как бы, давайте будем делать программы, каналы и брать интервью для идиотов. Интервью для идиотов руководится форматом. Да, ну, например, у меня берут интервью особое, особо, как бы это назвать? Я даже не знаю. Я журналистами это назвать не могу. Но особо извращенные тёлки, которые интервью берут, то они, конечно, на НТВ. Это такая, ещё одна форма национального позора. Александр Григорьевич, вы мне должны обязательно сказать, что бесы существуют. У меня начальство требует. Ну, как бы, какое там, я не знаю, я не знаю, преподают ли до сих пор на факультете журналистики искусство интервью. Значит, этот национальный позор, начиная с этого, вот, с этого журналисти, этих барышней, он восходит до того, кто преподает. Время троечников. До того, кто создаёт эти программы. Чё, чё? Время троечников. Да, да, да. Время троечников. Проблема в том, что права в одном, Ира, мне кажется. А преподаватели этому не сопротивляют. Потому что ему за это не платят. За то, чтобы он сопротивлялся, пытался научить студента там творческому мышлению или способности какому-то познанию себя, в деле, в науке. Кем? Вы знаете, это теория заговора. А вот идея «Победили троечники» такая знаменитая идея в 90-х годах. Сейчас уже менее, не знаменитая. Это идея, на самом деле, спонтанности. Спонтанности процесса. Понимаете, если есть заговор, если там пришёл Владимир Владимирович Путин и сказал «Давайте сделаем народ глупее!» Ура! Вперёд, товарищи! Он ничего такого не говорил, я вас уверяю. Не было ничего такого. Никакого заговора. Проблема-то в чём? Что изменилось окончательно и бесповоротно? Ну, на самом деле, если уж говорить всерьёз, если вам это интересно, то это проблема секулярности, конечно. Проблема ценностей, системы ценностей любого светского общества. Светского, без Бога. Но в чём ценности этого общества? В чём смысл? Я вчера просто пытался сказать, ну, захотите, посмотрите, ещё раз говорю. Там небольшая, часовая, правда, опять передача. Её ясно, понятно и окончательно сформулировал Ницше. Год ист тот. Да, Бог умер. Но он сформулировал не только это. Как бы Бог умер и тогда ценностью становится что? Кто? Человек. Фигу. Какой же он ценностью становится? А кто становится ценностью? О, уберменш. Сверхчеловек. Это он, Заратустра, белокурое бестие. Должен создавать смыслы для других людей и вести их вперёд. Кто такой, не знаю, Славьёв? Или даже это из себя меня корёжит. Ну, всё равно, или Шепелев с этим на самом деле. Они, в отличие от нас, сверхлюди. Почему? Их мнение имеет значение. А наш нет. Сам по себе процесс главный, который весь 20-й век так или иначе тёк, это то, что каждый, так как если вы задумаетесь, то вы ничего другого не найдёте просто. Просто не найдёте. Ницше был прав, потому что если Бога нет, то вот это даже, вот это простая, понятная ценность Вирджинии Вульфа, которую я учу, между прочим, которая, правда, помогает жить. Вот эта ценность каких-то скрытых планов реальности, да, тайн, красоты, неожиданностей. Но она же вырождается в ту же самую сторону. Кто такой человек, у которого берут интервью? Ну, это уже не обычный человек из массы. Каждое твоё интервью на телевидении это шаг сверхчеловеку. И то, что это с помощью детектора лжи тебя эксгибициониста раздевают догола, а ты с удовольствием как бы раздеваешься? Это почему? Потому что ты тем самым делаешь шаг сверхчеловеку. Ты этого просто не понимаешь. Сверхчеловек это человек значимый, заметный, которому прислушиваются отчасти. Ну, вот я, видите, мне предложил директор, мне очень нравится «Малый зал дом Жора». Правда, тут есть что-то удивительно уютное такое, просто удивительно для меня такое, домашнее. Я вот, видите, потею, кровь какая-то появилась, занимаюсь эксбицианистом перед двойми, эксбицианизмом перед двойми. Правда, в России? почему? Ну, наверное, в чем-то, если я, мне много раз задавали такой вопрос, правда, такой замечательный вопрос сверхчеловека, интервью сверхчеловека к сверхчеловеку. Знаете, самый, очень он в 90-х годах был, сейчас меньше. вопрос. А ты кто такой? Кто ты такой? А ты знаешь, кто я такой? Не сталкивались с этим? Не помните? Нет? Как бы, а кто ты такой, чтобы говорить? Ты академик, что ли, или профессор? Чего ты тут разговорился-то? Это борьба вот за эту сверхчеловечность, да? На самом деле, я сверхчеловек. Это стало единственной ценностью. Это женщина, Горгона Медуза, про которую я говорил, я надеюсь, не все такие, которая допрашивает уже по вечерам и считает это поддержкой. Она, конечно, не просто гел, она супер-гел, правда? Супер-вумен, потому что она знает правду, она знает истину и это право имеет. Да, наверное, вы правы абсолютно. вот этот процесс превращения Менша в Убер-Менша и эти тысячи Убер-Меншей, миллионы, которые бродят вокруг нас, он связан именно с этим, с нежеланием видеть в другом страдающие стороны более собственной нереализованности, более неспособности высказаться, более неспособности увидеть красоту, потому что это больно. Прагматический мир хороших потребителей это очень больной мир. что нужно, чтобы чувствовать себя Убер-Меншем, Суперменом, сверхчеловеком? Да, агрессивность это дело хорошее, однако по принципу далеко пойдешь, если милиция не остановит. А вдруг остановит? Это я вот вспоминал, что в некотором определенном смысле времена Убер-Меншем миновали, но я вчера вспоминал, что поэт немецкий такой был и писатель Георг Кайзер, ну, там они все были лидерами каких-то сект и секточек, так вот он утверждал, что поэт имеет право не платить долги, потому что все ему и так обязаны, и этот долг нельзя измерить никакими деньгами, поэтому его там несколько раз сажали в тюрьму, в долговую и так далее и так далее. И это было нечто такое совершенно нормальное. Как бы что нужно у Бер-Менш? Вот мне почему так нравится эта метафора, конечно, но в общем метафора Ницше очень точная, потому что действительно если некое объединяющее целое, единство, которое собственно первым русской философии Владимир Соловьев описал, и для него это соборность, конечно, внутренняя соборность души, если оно уходит, то ценностью остается только сверхчеловек. Что нужно сверхчеловеку для того, чтобы чувствовать себя сверхчеловеком? Оно в чем ворок? Конечно, превосходство. Не чувствовать боли, ни своей, ни чужой. Ну, универсальные формы могут быть самые разные, но я хочу сказать о другом. Нужна в строгом смысле фромовская некрофилия. По фрому, не некрофилия как сексуальное извращение, а фромовская некрофилия как психологическое свойство. Для этого нужно свести человека к функции, к профессии, к политической позиции, к, там, я не знаю, системе отношений. Я вырабатываю правильное. Я, я. Я убермен шиха. Она же супер вумен. Я вырабатываю правила. Что при мне должен делать муж или молодой человек. Как ему вести себя правильно и неправильно. И поэтому, так как он сплошь ведет себя неправильно, хронически, поскольку он просто другой человек, а не функция, то его надо к ногтю превратить в камень. опустить до такой степени, чтобы он дрыгаться не мог, падла такая. Убить? Да. Ты все беспокоишься. А превращение человека в функцию есть умерщвление. Более того, понимаете, что ужасно. интервью это жанр, в котором это чувствуется больше всего. Как бы постоянно это ведь жанр понимания, правда? И вот если вы посмотрите интервью на современном телевидении, то мне кажется, что вот ровно в прошлом году этот жанр окончательно превратился в жанр осуждения. Суда. Приходит у меня брать интервью, я что-то говорю, ну что, вы что, Александр Геннадьевич говорит, мне журналист, ты что, с ума сошли? Это мне не нужно. спрашивается в задачнике, зачем ты тогда ко мне приходил? А зачем он приходил? Он приходил послушать собственное мнение, чтобы я подтвердил его собственное мнение, его точку зрения на проблему, которую он, у Берменш, тут для себя уже понял. В чем вот это радикальный провал? да именно в этом ощущении другого человека как функции? В желании манипулировать нет. Чем там манипулировать в общем? Итак, это еще я пытался тот же самый процесс роботизации назвать. Это же опять сведение к какому-то набору функций. Мы приходим к чиновникам в присутственные места, там сидит булгаковский костюм и пишет. Правда? и это сегодня называется работа и между прочим. Правда работа это что-то такое, в том числе уверяю вас работа преподавателя тоже. Вы же все знаете в чем заключается сегодня работа преподавателя. Знаете, да? Конечно. Юля, ты не знаешь. А в чем она заключается? В чем заключается сегодня работа преподавателя? А в среднем, так по моим подсчетам, раз в три месяца приходят новые требования к учебным программам и их надо переписывать. Не справки, а прямо программы. Это программы это вот такая папка в общем с целым рядом показателей. И больше ничем преподаватели не занимаются. Какая там исследовательская работа? Их утопили в бумажках, которые разумеется никто не читает. опять же заговор, ну вот для меня я не думаю, что это заговор. Это просто необходимость блатных приходящих в начальство на высокие зарплаты. Очень высокие зарплаты, несравнимые зарплатами преподавателя. Чем-то доказать собственную необходимость, они же не могут ее доказывать основной профессиональной деятельностью. Они могут, они же уберменши. И они могут доказывать только требованиями к нижестоящим. Больше нет способа. это не только преподавателя это объездили в оседент. Конечно, да. Что будет в взглянуть вопреки преподавателя к тому, что существует? Ну, в общем, справедливости ради вопреки существует очень много. Ну, например, эта вот встреча, она какая? Отчасти же она тоже преподавательская. Да, я выступаю в роли преподавателя. А в роли кого? В роли Уберменша я бы так не потел. Вот. Как бы в роли преподавателя вполне себе потеется такое дело. Я хочу сказать, что а в какой еще? Ведь понимаете, какая штука? Быть человеком очень трудно, потому что не существует опять же функционального и описания схемы, правил. Что такое человек? Существует только страдание от того, что я чувствую это человеческое в себе и никак не могу его выпустить наружу, использовать где-то. И преподавательскую деятельность я беру именно потому, что это одна из главных деятельностей, если широко взять, которая связана именно с какой-то возможностью выпустить свое человеческое. А иначе ты вот это домашний уберменш. Берешь мужа за кадык и это... опять же, это происходит от бессилия, от бессилия что-то такое человеческое из себя выпустить. И интервью, на самом деле интервью, да, это способ всегда воспринималось за счет чего хорошие интервьюеры, в общем, фантастические вещи делали, забыл фамилию, я его все основателем называю, сейчас помню, он Георг Боцель, по-моему, журналист 19-го века, который сделал интервью таким супер-жанром журналистики. Он что все время пытался объяснить? Он все время пытался объяснить, вот полководец или король. Они же в своих функциях, профессии, ну, давайте так это назовем, все время неправы и все время испытывают некоторое чувство вины и берущие интервью поэтому может узнать настолько больше, потому что он будет относиться к нему не как королю, а как человеку, у которого что-то не получается, с чем-то он не согласен, что-то он вынужден делать, не может не делать. Вот если вы обратите внимание на такого рода интервью с какого-то предела, я даже не знаю в каком, где этот предел проложен, предел Вирджинии Вульф. На такое интервью имеют право только убер-менши, совсем убер-менши, там, Путин в жизни, многочасовое интервью, а актеры, режиссеры, философы, кто знает хоть одного современного советского философа, ой, советского, ну простите, российского. Данилин не философ. Данилин Валенок, Данилин философствующий публицист, так, знаете, это самое, я в детстве очень любил анекдот, когда это самое, две собачки на улице встречают, и одна говорит, я, Деберман Пинчер, а вторая отвечает, да, я просто так пописать вышла, философ это в конечном итоге определенный параметр, параметр, некоторая определенная задача построения мысли, и поэтому меня никак, конечно, профессиональным философом назвать нельзя, как бы ну никто вы мне просто их не назовете, хотя нет, они есть, есть очень интересные, очень умные люди, как бы почему, ну потому что если вы такие умные, то почему вы такие бедные, и как бы поэтому не уберменшие, не достойные интервью, вы хотите сказать, что с ними интервью никто не берет? нет, а если интервью никто не берет, в уберменши никак не превращаешься, в смысле, тебя никто не знает, вот ведь сила, да, и поэтому возникает великий и могучий философ Соловьев на телеканале, который все знает за всех, за философов, экономистов, все идиоты, почему, потому что он там стоит на телеканале и объявляет, этот уберменш, а этот не уберменш, понимаете, он это раздает им, это, Александр Ильич, чтобы брать там, из-за того, какого, из-за того, Саши Категорского, у нас даже много, так, у нас, что похоже на языке, как минимум, уберменши редко говорят в языке, уберменши, которые, не цвета, но, я все равно, опять, мы только что об этом говорили, современный уберменш говорит на языке Елочки Щукиной, у него в арсенале 30 слов, и он, это, понимаете, какая штука, но ведь его же надо как-то создавать, это общее поле для диалога, как бы, и, ну, организуются же всякие разные, да, просветительские клубы, в них ходят люди, в них читают лекции, в том числе и философы, которым мало приходит народу, мы с вами можем организовать просветительский клуб вот тут, хотите, организуем, пожалуйста, вот сейчас поговорим с директором, я все, у меня есть мечта поговорить о, правда, не знаю, надо найти аудиторию, чтобы выходили, я все мечтал поговорить об истории искусств, но с неожиданной точки зрения, попробовать вместе с вами прожить историю искусств, попробовать почувствовать, как мыслил первобытный художник Ван Гог, Сюра, Рафаэль, да, попробовать поймать ощущения, сопереживания, нам, по-моему, это очень не хватает, потому что мы сейчас к искусству относимся как к некой теории, знаете, такая теоретическая, то есть, вот концепт, как на ЕГЭ, да, это то, а этот это, на самом деле это же огромный спектр психических переживаний, где можно найти что-то свое, неожиданность свою какую-то, да, вот, за которую можно зацепиться в жизни по ее смыслу, просто это надо пытаться делать, совершенно не обязательно я, да, там, может быть, какой-нибудь более эффективный убермен, чем я в этом самом, организатором этого дел, как бы, я про то, что, это же и есть сопротивление, да, взять, затащить туда какое-то количество друзей и подруг, в конце концов, знакомых, да, это же тоже такая работа, между прочим, опять, я говорю про, да, потому что, вроде, если формальное образование давится, то должны возникать очаги неформального образования, неформальные мысли, вот, что самое страшное, они не возникают, понимаете, какая штука. Вы думаете, что не возникает? Ну, сейчас с помощью интернета есть возможность у людей кое-что, хотя бы у тех, которые даже живут не в Москве, не все же в Москве живут. Да, конечно, я говорю о том, что значимых очагов до каких-то, которые были бы общественно заметны, они все подпольные, они все существуют в рамках мимикрии, когда эта мимикрия победила окончательно и без поворотов. То есть, в чем суть этого самого раздробления типа каждый сам себе Уберменш или Супермениха. Не легче. Тут требуется одно обязательное условие. Ну, Губин его, по-моему, первым назвал мимикрией. Это значит, я внешне совсем согласный, ни за что не борюсь, ничему не сопротивляюсь и создаю какой-то свой маленький кусточек. И в этом кусточке он может быть семейным, может быть несемейным, но он принципиально должен быть маленький и незаметный. Это особенность вообще развивающихся стран, посттаталитарных идеологий. Как бы сопротивляться вообще бесполезно, потому что эти уберменши, которые у власти, они всесильные. И поэтому я вот себе создам маленькую кучку такую. Буду там сидеть незаметно, интервью никаких давать не буду и высовываться не буду, потому что это единственный способ создать себе счастье и в своем маленьком коммунальном чувствовать себя уберменши. В том вся и проблема, что нужны же не буйные. Да я не знаю. в страх идете. Вот вам же тоже, а вот вы сидите да, вам тоже тяжело, да? Тяжело. Психологически, правильно, тяжело? Но вы идете, вы идете в этот страх, вы с ним справляетесь. А я всегда говорил, утверждал и буду продолжать утверждать, что страх это собственно говоря и есть направление, в котором должен я развиваться. В него надо идти. Да. В него надо идти. Я боюсь женщин, значит меня женщины не хватает. Что-то вроде этого. А как? Другого выхода нет, иначе страх вообще никак не победишь. Страх это именно вот я почему хочу обратить ваше внимание на взаимоотношения сверх людей. Потому что страх он связан с тем, что мы не воспринимаем больше. И вот эта потерянная форма интервью, когда ты можешь понять человеческого интервью. Правильно диалогового интервью это называется. Когда ты можешь понять что какой-нибудь Жириновский он тоже человек. Не там не клоун, не Петрушка, а вот человек. Это исчезло. Совсем. Да? Ну как бы я простите не помню как ее зовут. Я не буду там много историй трогать. Но какая-нибудь вот эта молодая жена Джигарханяна, которую это таскают по всем каналам, скоро перестанут, конечно, понятно. я там что-то с интересом смотрел и пытался ссоре. Это лично. Мне она нравится. Я понимаю, о чем она говорит. Она к нам. Не думаю, что она что-то такое же Джигарханяна вытворяла страшное. Я думаю, да само собой. То есть, я на ее стороне. Но дело не в этом. Дело в том, что обратите внимание. И всем, всем, всем о чем-то человеческом она все время пытается сказать, но я же его любила. Я же его вытаскивала из инсульта. Я же 30 лет там, или сколько там, не помню, 20 лет рядом. В общем, с очень непростым человеком, надо сказать. А уж после инсульта многие знают. ее как человека совершенно не слышно. Речь идет о там бандитка продала квартиру Джигарханяна, еще что-то, еще что-то, уголовница. Или наоборот. Хорошая добрая. Либо уголовная она уберменшиха. Я только про это. Я как пример просто привожу. либо она вот героиня. А вот человеческой середины понять, кто она такая, по-человечески, невозможно вообще. Не обратили на это. И так все время, все время, все время, все время, все время. Что такое человеческое? Кто-то мне недавно, меня же цитируя, очень точно сказал, это то, что я могу, то, что есть избыточного в моей профессии, в моем гендере, в моем моей семье, в моей жизни. Это некоторый избыток, который я могу отдать и которым я отличаюсь от этого костюма в профессии или в чем-то еще. Там не только страдания, на самом деле, боли. И не только боль. Поскольку боль чаще всего подразумевает недостаток, а вот это человеческое, оно же божественное, это избыток, который нам дан. То есть, на самом деле, когда мы говорим преподаватель, мы ведь имеем в виду не модель специалиста, а способность вкладывать душу или интерес, увлекать, зажигать, вести за собой. А это ни в какие функциональные обязанности преподавателя не впишешь. Это оно избыток, который тащит за собой. И оно же в человеке божественное, и оно же дает неизвестно какие возможности. Вся беда в том, что вот этот человеческий избыток больше не виден, его тщательно пытаются отовсюду отрезать, а интервьюер сегодня даже просто не понимает. Вот что, ну ты профессионал, вот и говори профессионально. Он даже не задумывается за тем, что за там политиком, врачом, не знаю, да, стоит вот этот избыток. и что ему, его нам нужно достать, потому что только так можно показать, что все мы люди, люди, не убер-менши, потому что мы все должны нащупывать этот избыток, и журналист, и психотерапевт, и психолог, клеем. Это человек, который должен не диагноз наложить, осудить, оценить, поставить оценку, а вот этот избыток каким-то образом попытаться достать, чтобы человеку чего-то делать захотелось, потому что что-то новое, я имею в виду в том числе и в общественном поле, оно может родиться только из избытка, а из некоторой фиксированности окончательности, профессиональный стандарт. Оно родиться не может, и поэтому самое главное вот этот избыток обрезать каким-то образом. А вопреки стандарту, как вы говорите, вопреки стандарту идти, не каждый может далеко. Ну, опять, понимаете, какая штука, я думаю, что может-то каждый. Опять то же самое, про страх. Большинство боится, но на самом деле, все мы, все присутствующие в этом зале, умственно отсталые дети, мы все абсолютно хотим вырваться за пределы своих стандартов. Разве нет? Разве нет? Мы этого боимся. однако, на самом деле, для того, чтобы что-то изменилось, надо идти навстречу собственному страху, иначе никак. В любой области, в профессиональной, в личной, где угодно. иначе ты остаешься как бы вместо сверхчеловека становишься недочеловеком, если ты все время в стандарте. Почему? А тебя просто нет. Вместе тебя функционирует стандарт. только да, вот это не знаю, трансцендентное, божественное после смерти Бога. На самом деле, можно вернуть, если мы научимся говорить друг с другом с чем-то большим в нас, с тем избытком красоты, энергии, который поднимается над ролями, над стандартами. И учиться это друг в друге видеть, тогда получится что-то вроде интервью. Хватит, наверное, вам моего монотонного бубнения. Вопросы, пожелания, мнения есть, кто-нибудь чего-нибудь скажет или вас просто отпустить. Как лучше. Вот те, которые берут интервью, они же тоже работают в стандарте. Так в том-то... Да, они приходят и у них есть определенные рамки, которые столь них требуют. Понимаете, как вам говорят, отвечайте так, а если вы не готовы так отвечать, значит... понимаете, какая штука? Проблема заключается в том, что мы сейчас говорим о разнице между работой и искусством. Но вся проблема заключается только в одном. Если мы этому искусству не учим, если мы к нему не стремимся, то исчезает человек. Потому что искусство это тоже вот этот избыток, который на самом деле, видимо, для секулярного общества и есть Бог. Он где-то там в этом избытке, который вроде бы не нужен нам для работы, для повседневной деятельности, для чего-то, еще для воспитания детей, для любви. А без него невозможно обойтись, потому что скучно и чувствуешь, что ты сохнешь, прямо сохнешь. А вам не кажется, что в такую систему с едой, с медициной, с обучением, с этими развлечениями и вот человек уже как марионетку, ему уже не снилось так человеком. Ну наверное, наверное, когда я говорю, что вот что-то такое резко изменилось в прошлом году, мне кажется, что человек окончательно превратился в марионетку, но я, вы знаете, как, человек все равно не марионетка, поэтому это очень важно осознать, каким-то образом почувствовать, с разных сторон ощутить, потому что, ну, конечно, в частности, интервью, это название, ну, например, предпоследнего фильма Феллини, правда, предпоследнего, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, как бы, проблема-то заключается в том, что все время, мы все время пытаемся, и это, это вот педа развивающихся общества, всего остального, мы все время пытаемся обвинить их, хотя совершенно абсолютно понятно, что нам марионетками быть проще, ну, кто-то говорит, я не знаю, там, грубо говоря, давайте разрушим образование, да нет, марионетками быть проще, понимаете, какая штука, просто проще, когда человек в конце концов начинает злиться на себя, вот на это желание проще, на этом проще, вот я тут буду такой послушной буратинкой, а там, я не знаю, дома, на даче, в ночном клубе, там, в зависимости от возраста, вот там я буду делать, что хочу, это же советская, старая, классическая, а тут, вместо того, чтобы сказать, ребят, да вы озверели, что ли, то не важно, да кому угодно, вот вы знаете, я вчера буквально, это просто цирк какой-то, там у меня, ну в общем, парочка появилась, немолодая, мама и сын, тоже немолодой, до сына, мама, без всякого повода, последние лет двадцать временами лечат от шизофрении, я говорю спокойно и уверенно, потому, сейчас объясню, почему, как бы, почему, потому что, в общем, его колют страшными пролонгированными препаратами, не буду называть, но страшными, которые там действуют по месяцу, вот, ну а ему сорок пять, и мама чего-то как-то почувствовала несколько лет назад, что он поглупел, и перестала ходить, колоть эти препараты, и у него такая тяжелая шизофрения, представляете себе, что вот он два года ни разу в диспансерии не был, никакими препаратами не кололся, инвалид первой группы, первой, первой, никакими препаратами не кололся, работать устроился, все стало хорошо, а потом что-то такое произошло, типа, ну, в сорок пять лет женщину захотелось, мама очень обиделась и опять выйдет. Ну, это такой способ, в том числе, да, мамочек оставить высоковозрастных детишек при себе в психиатрии. Представляете, человек 20 лет лечится, два года никаких лекарств не принимал, работал, тяжело больной, первой группой инвалид, а дуреть можно, понимаете, поэтому тут уверенно можно сказать, что ничего даже похожего никогда не было, ни на какие психические болезни, вот, и, ну, в общем, вот она его поволокла опять диспансер. А в диспансере им говорят, так, так, немедленно, немедленно колоть вот те же самые препараты, немедленно, немедленно. она уже, мама, она уже все поняла более или менее наполовину, половина так, половина это, она говорит, да ну зачем, мы вот два года не кололись, он работал, там все хорошо. Ему врач говорит, нет, колодцы немедленно, сейчас я вас в бараньи рог скручу, полицию вызову. Я говорю, мама, она еще, она еще когда-то медработником была, каким-то, я даже не знаю, каким, не важно. Я говорю, мама, вы откройте в интернете закон о психиатрии и почитайте. Она ко мне, знаете, зачем пришла? Она ко мне пришла, потому что уверена, что все поменялось и что опять же с прошлого года теперь все, что угодно с человеком в диспансере можно делать. Если он не соглашается, то тогда надо полицию вызывать и его там в общем скрутят, повяжут и уколют все равно. Никаких. Ничего. Ну как вам сказать, эти, эта, эта дама подонок, которая, с этим, этого больного лечащий врач, ну подонок, который просто нужно лекарства списать, видимо по плану там какие-то определенные. Но дело же не в этом. Это там, это очень сложная история. Если я сейчас начну, я не закончу долго. Но она ведь действует, потому что ей так проще на фоне ну полного идиотизма этих, причем человеческого, элементарного нежелания читать законы там, с которыми ты сам сталкиваешься. Понимаете, какая штука? Как бы жить надо как можно проще, чтобы сложностей никаких не возникало. И это, в этом, это всегда две стороны. Если мы глупеем, значит мы не хотим думать. Виноваты преподаватели? Ну, конечно, виноваты. как бы, но что происходит в школах? Умные педагоги младших классов, боже, меня упаси. я хочу сказать, что педагог считает, что мотивировать к учебе должны родители. а родители, справедливо, между прочим, по закону, считают, что мотивировать к учебе должна школа. но главный это итог. Мотивировать сложно? Сложно. Надо самому чем-то увлекаться, куда-то крутиться, куда-то бежать. Только так можно мотивировать собственного ребенка, когда ты сам чем-то увлечен. Если ты сам, приходилось мне объяснять в 90-е годы, трудно очень заставить ребенка любить книгу, если родители книг не читают и в доме книг нет. Трудно, да, ну что делать? И обе стороны не делают ровно что-то ничего. Хотя, вот если ты ставишь перед собой задачу мотивировать, то для этого есть психологические игры, педагогические приемы, целая куча всего есть. Ну просто, конечно, об этом, да, я тоже сейчас для того, чтобы об этом говорить, нужно вас собрать и говорить, как мотивировать детей или там студентов. Все эти задачи, они решаемы. они требуют немного ума и вот этих избыточных усилий, избыточных, которые вроде как по стандарту от тебя никто не требует. Ну у тебя что происходит в этом психдиспансере? Вот у нее есть болезнь, по которой мы ему первую группу поставили. Вы посмотрели на этого бугая 45-летнего с первой группой. Вот у нее есть болезнь и вот у нее схема лекарств, которые она при этой болезни должна колоть. А человека в середине его состояние, ну не знаю, его кондиции физических или психологических просто нет. А есть вот справка об инвалидности и вот лекарства. И больше она ничего не умеет. Умеет только грозить. Понимаете, какая штука? Что она его в полицию сдохнет. Чуметь может. Какой полиции нафиг нужен инвалид первой группы. Вы же понимаете. Я уж не говорю. Сработало же. Сработало. Она прибежала ко мне. Я долго не мог никак понять, что они от меня хотят. Понимаете, как я что-то. Ну, каждый хочет снять с себя ответственность. Понимаете? Да, конечно. За свою жизнь, за свою еду, за образование, за детей. Безответственность сложно. Ну, опять, смотрите, опять надо все это разбирать. Все сложно со словами. Кажется, что просто. Что такое ответственность? Откуда она берется? Откуда она берется? Цена свободы. Цена свободы точно, но можно даже точнее еще сказать. Откуда берется у нас в стране безответственность? Интервью. Ответственность это что такое? Согласен. Я хочу сказать, знаете, что ответственность это всегда функция следствия а не цель. Ответственность тяжела. Ее надо нести на своих плечах. Ответственность это всегда функция инициативы. В журналистике это называется так. Чем слово наше отзовется? Помните? Вот. Это функция инициативы. для того, чтобы возникла ответственность человек должен проявить инициативу. Иначе она не возникает. Ну, например, приходит начальник на высокую зарплату, высокоэффективный менеджер и он абсолютно безответственный. Почему? Хорошее место такое, да? Теплое место, он действует по приказам, люди его не интересуют, он не проявляет никакой инициативы. Он строго как болванщик следует за приказами вышестоящего начальства. Он отрабатывает в виде того, в виде того, в виде того, в виде того, выпучив глаза. Но мы с вами говорим, это безответственный человек. Правда? Ответственность, ответственность появляется только тогда, когда я проявляю инициативу. Подхожу, говорю, выходи за меня замуж. Тут вот почему так тяжело проявить эту инициативу. Отвечать придется очень долго, понимаете, какая штука. Поэтому женщине потом еще замок. Да, горгона, медуза и все такое проще. Я плачу. Мне уже поздно, мне уже поздно на эту тему. Мне уже поздно на эту тему плакать. Все, я свое отплакал. Отплакал, меня хватит. Все, все, горгон, медуз, меня хватит. Заметьте, судей в основном женщин сейчас, судей. Конечно, да, я же про это и говорю. Почему? На самом деле, вот это и следствие утраты инициативы. Мужчина лишен возможностей того главного, для чего он создан в жизни. инициативы. А почему так удобнее? Ну, не знаю. Это довольно сложный и спорный вопрос. Но удобнее, не знаю. Удобнее, ведь тут есть проблема. Хочется быть уберменшем. да, поэтому получается, блин, что уберменшем можно себя почувствовать только пьяным. Вот напиться, как это, идут ты, море по колено, супермен, пока не протрезвеешь. Понимаете, какая штука. Поэтому лучше вообще не протрезветь. Вот. Некоторые так и живут. Я хочу сказать, что чем меньше в обществе возможности для проявления общественных инициатив, тем меньше роль мужского вообще начала в обществе. То есть, вы хотите сказать, что нет возможности нашим мужчинам себя проявлять сейчас. Нет социальных лифов. Опять, да, конечно, я хочу это сказать. Я хочу это сказать, но проблема же ведь не в этом. Проблема, на самом деле, опять заключается ровно в том, что мужчина труслив. Да. Как говорил Иешуа Аганоцари, нет более страшного греха в жизни, ничем трусости. Вот. Поэтому опять то же самое. Ну, что такое нет возможности инициативы? Ну, это опасно. Это может вызывать какие-то сотрясения, причем, как мне кажется, гораздо меньше, чем люди боятся. это, как бы, просто сложно. В категории инакомыслящих трудно пробиться в средства массовой информации. Значит, не станешь уберменшем. Никто не будет брать у тебя интервью. Ну, в общем, лазейки существует огромное количество, гораздо больше, чем существовало их в моей юности. Правда? И лазейки есть и сейчас. Конечно. А как же, господи. Проявишься. Да. И проявишься, и сделаешь, и заработаешь. Вся проблема, да, вся проблема уберменша от рождения, она заключается в том, что по кругу, потому что на эту тему видео тоже есть. Там есть видео, которое называется «Почему люди сходят с ума» у нас на канале. И я все время говорю, что тут, что такое уберменшем? Ну, в общем, когда-то у Фрейда он назывался нарциссом. Человек, который по определению самый лучший, самый умный, самый, не знаю, красивый, самый, 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 вот. А проявление инициативы чревато ответственностью, то есть по мордам будешь получать больше, меньше, это второй сложный момент. Но будешь, как только проявляешь инициативу, сразу наступает ответственность. А как только наступает ответственность, ты мгновенно не чувствуешь себя самым лучшим, уберменшем. понимаете, какая штука? Ну, какой из меня избитого уберменш? Ну, никакой, конечно, понятное дело. Значит, получается, что это необходимо, чтобы тебя побили, для того, чтобы, да, вот это вы болью, наверное, называли, для того, чтобы проявить вот этот избыток, для того, чтобы из этого получилось искусство. Ну, за всякое удовольствие приходится платить. Что же делать? Да, потом догоняют и еще двух небитых. На прокорм, точно. Хорошо. Спасибо вам большое за внимательные глаза и за то, что вы пришли. Как вы думаете, единственный вопрос, ну, имеет смысл чего-то повторять сеансы в Доме журналистов и, может быть, организовать какие-то тематические разговоры? Кто за? Поднимите руки. Кто будет? Об искусстве хочется. Об искусстве хочется. Попробуем. Хорошо. Ну, я сейчас, сейчас, сейчас подойдет начальство, мы с ним поговорим и так далее. Местные. Все, если хотите, давайте подпишу. Спасибо. Спасибо. .